При встрече Мейрлау сдерживает эмоции. Религия не позволяет главному раввину Израиля обнять теперь уже родных людей. С дочерьми своего спасителя, советского солдата Федора Михайличенко, он познакомился только 4 года назад. Он нам об этом мало рассказывал. Об истории я узнала, честно говоря, только от раввины мы узнали. Потому что папа был немногословен. И, в общем, вспоминать те моменты не очень хотелось. Эта история кажется удивительной. Русский политзаключённый заботится о еврейском мальчике, как о своём сыне. После вторжения немцев в Польшу будущий раввин попадает в Бухенвальд. Там его принимают за поляка и переводят из еврейской части лагеря в отделение для русских военнопленных. Фёдор Михайличенко крадёт у немцев картофель, чтобы прокормить маленького товарища. Каждый день утром была линейка, где мы стояли на улице 2-3 часа. Это был январь в 1945 году. Там было минус 25 градусов. А маленькому ребёнку было действительно очень тяжело. Фёдор нашёл какой-то свитер. Ткань была такого цвета, как кожа, чтобы не было видно. И он смотрел, чтобы я это одевал. О том, что Юрчик, так русский солдат, называл своего друга, станет главным раввином Израиля, Фёдор Михайличенко так и не узнает. В 93-м он умирает от рака. Спустя 4 года после приезда раввина в Советский Союз. Во всех СМИ написали «Фёдор, Ростов, Бухенвальд». Было объявление, что ищут такого человека. Был указан номер телефона, но, к сожалению, никто не позвонил. О судьбе Фёдора Мейрлау узнал только в 2008-м, когда американский историк поднял засекреченный архив с именами узника концлагерей. Мы повезли папину фотографию, и когда все заходили, вот они по очереди заходили, детки, там, ноги, дети его, зитья. И он всем показал фотографии и говорил, это мой спаситель Фёдор. И даже принесли двухмесячного мальчика, и он ему показывает, это Фёдор. В доме Улау стоят фотографии с самыми известными людьми – Клинтоном, Папой Римским, Манделлой. Но на самом почетном месте – портрет Фёдора Михайличенко. Каждый день, проходя мимо, Равин благодарит его за спасение.